Я представитель Института космических исследований Российской Академии Наук. И лекция будет посвящена Луне. Ну, название скорее громкое, но больше я буду говорить о происхождении, ресурсах, истории исследования и, в общем-то, тому подобного. Сразу скажу, что если по ходу есть какие-то вопросы, то можно ли меня чуть-чуть перебить или поднять руку, я остановлюсь, попробую ответить. В конце тоже, пожалуйста, любые вопросы можно задавать. Ну, давайте начнем. Так, она почему-то не хочет. Ну, давайте ставить она. Давайте начнем немножко со сложных вещей. То, что все-таки наша Земля — это, можно сказать, двойная планета. Потому что наш спутник меньше ее всего лишь в 3,5 раза по размерам, а по массе 81 раз. Этот предел превосходил только Плутон, который у нас уже не планета. Ну, вот, и более того, если говорить о составе Земли и Луны, то они, на самом деле, очень похожи. И вот это вот как раз вызывает довольно много вопросов по поводу происхождения Луны, откуда оно взялось. Ну, давайте начнем со справки. Что, собственно говоря, расстояние между Землей и Луной — это примерно 60 радиусов Земли. Полный оборот Луна совершает вокруг Земли около 28 дней. Ускорение свободного падения меньше земного в 6 раз. Ускорение свободного падения меньше. Вот, и период вращения тоже синхронизирован, то есть Луна всегда к Земле повернута одной стороной. Ну, собственно говоря, напомню астрономические сведения, что Луну мы видим по-разному, потому что она у нас затеняется Солнцем. О, извините, затеняется Землей. Соответственно, когда Луна находится в этой точке, это у нас Новолуния. Полнолуния, когда здесь полнолуния, ну и, соответственно, различные фазы. При этом, что самое интересное, Луна настолько, видимо, диск совпадает с Солнцем, что когда она попадает между Солнцем и Землей, то мы наблюдаем затмение, солнечное затмение. При этом солнечное затмение в свое время сейчас уже не так. Раньше являлось довольно таким хорошим научным прибором, можно сказать, который позволял увидеть то, что называется короной Солнца. Который вот этот снимок с СДО американского аппарата, ну, собственно говоря, это искусственная корона, так сказать, искусственный коронограф. Выглядит это вот так. Ну и кроме того, чтобы не путаться, кроме солнечных затмений, есть еще и лунные затмения, то есть когда Луна попадает в тень Земли и становится вот такого интересного цвета, который тоже происходит периодически. Ну, давайте, чтобы немножко отвлечемся, все-таки Луну изучают довольно давно, и развитие представлений тоже идет уже очень и очень давно, начиная вот с древних греков, о которых мы что-то можем сказать, что-то помним, то есть и Цицерон упоминал по поводу гор и лун на Луне, и Лукьян Самосадский, Данте вообще населил Луну душами людей, ну и, соответственно, Давид Фабрици утверждал, что видел собственными глазами жителя Луны. Ну и, собственно говоря, много средневековых и не только путешественников, так сказать, были на Луне. Просто немножко напомню о некоторых из них. Начнем все равно от Бержерака, который написал трактат «Иной свет» или «Государство Луны», и, собственно говоря, утверждая, что он слетал на Луну и видел вот там вот таких вот жителей. Ну и в продолжение, понятное дело, что Барон Мюнхгаузен, который совершил целых два путешествия на Луне, на Луну, Герберт Уэллс написал книгу «Первые люди на Луне», где тоже были соответствующего рода лунные жители, Жюль Вер написал два произведения «Земли на Луну» и «Вокруг Луны», Ну и, понятно, отважные путешественники, не знаю, Каспончикам, тоже не будем про них забывать, которые слетали на Луну и потом вернулись обратно. Но вообще на самом деле Луну постоянно предпочитали населять какими-нибудь существами. То есть вот Фламмарион в своем трактате, в свое время, где он обобщил на тот момент известные факты о планетах, о Луне, как о спутнике, написал много-много жителей и возможных жизней на разных планетах. То есть, собственно говоря, вот то, что он написал в своей книге, по утверждению, что это видели в телескоп, соответственно, сын астронома Гершеля. Ну, если идти дальше, то человек, который дал первое, пожалуй, научное описание полета на Луне, это был Циолковский. В общем-то, и вот книги на Луне описаны, я бы сказал, более или менее разумно с научной точки зрения, то, как люди слетали на Луну и что они там увидели. В общем-то, поэтому по этой книге даже был в свое время снят фильм, достаточно далекий от сюжета книги, правда, но он был снят. В общем-то, вот из него небольшой отрывок о том, что фильм немой еще был, о том, что собрались астронавты на Луну, а вот валенки забыли. Холодно же, надо что-то делать. Вот самые отважные космонавты, которые летят на Луну. И, собственно говоря, они улетели и долетели до Луны. И, можно сказать, на нее прилунились. Ну вот, давайте вместе с ними продолжим по поводу того, что же все-таки можно было увидеть на Луне, и что там происходило. Но, опять-таки, закладываясь, говоря об истории, то советская лунная программа во многих вещах в исследованиях Луны была первой. Это было первое столкновение с Луной. Ну, честно говоря, немножко промахнулись, но все равно же первыми были. То есть, хотели запустить на орбиту, попали в Луну. Первый пролет мимо Луны снимок темной стороны, первая мягкая посадка, первый орбитальный аппарат, первая проба грунта, первый автоматический возврат грунта, собственно говоря, еще до сих пор неповторенный, первый луноход как таковой. И те советские аппараты, которые изучали Луну, состояли из двух серий. Это аппараты с таким названием Луна и аппараты серии Зонд, пять аппаратов, в Луне было 24 аппарата. И вот как они, некоторые из них выглядели. Вот, собственно говоря, та карта темной стороны Луны, которая в свое время была составлена по данным вот этих вот самых аппаратов. А вот те фотографии, которые они в свое время получили. То есть, вот фотография с Луны 3, первая фотография темной стороны Луны, Луна 9, 13, 17, 19. То есть, вот те снимки, которые были получены. Ну и вот возврат образцов. Это те самые контейнеры, в которых собирались образцы, которые возвращались на Землю. Вот это можно увидеть в Москве, в музее космонавтики. И это Луна 24, один из аппаратов, который собирал, возвращал пробу грунта. Всего их было три. Луна 16, 20 и 24. Луну 16, вы, кстати говоря, можете увидеть на первом этаже, ее макет в два раза уменьшенный. Ну и здесь, в углу, если кто не знает, фотография Келдыша, теоретика космонавтики основного, который, в общем-то, был, кроме Королева, одним из людей, кто развивал космонавтику и кто ее пропагандировал, считал, что она очень и очень нужна. Луна 17, это был луноход. Вот луноход выглядел так, всего на Луне их было два. Первый прошел довольно большой путь, проработал довольно много времени. Я сейчас боюсь ошибиться, но это было, в общем, достаточно много. Более того, люди, которые работали с ним, рассказывали, что было довольно тяжелое время, потому что станция слежения находилась в Евпатории, а жили все в Москве. И, соответственно, раз в неделю на один день надо было лететь в командировку, чтобы дать новое задание на движение лунохода и потом возвращаться обратно. А то и чаще. И, собственно говоря, сейчас уже сложно сказать, какой из них первый или второй это сделал, но еще лет пять назад вот на этом луноходе находится вот такой вот уголковый отражатель. В отчете Лунного института НАСА было прописано, что они поймали отраженный сигнал от этого отражателя. Они, правда, не утверждали, от какого именно лунохода, но написали, что вот они его отловили. Ну и, собственно говоря, был еще проект Луноход-3. На самом деле их было три, но третий никуда не полетел, потому что, собственно, на тот момент советское правительство просто потеряло интерес к лунной программе. Поэтому его заморозили, и он находится в музее НПО имени Лавочкина. Тогда вот как раз началась программа по возвращению марсианского грунта, которая не реализована до сих пор. Как видите, уже почти сорок лет ее реализуют, а луноход так и остался в музее. Ну и понятно, что лунная гонка была лунной гонкой, и в это время развивалась лунная программа США, которая состояла из пилотируемых запусков и автоматических станций. Вот автоматические станции летали, начиная с 1964 года, это Ranger-7, потом Server-1, Luna Orbiter-1, и, собственно говоря, вот еще Server-3. Ну и программа Аполлон, вот это вот ее первая часть, которая уместилась на эту страницу, то есть Аполлон-7, 8, 9 и до 12-го, где вот 11-ая, это была первая высадка на Луну и доставка первых 22-х килограмм грунта. Я не буду утверждать, что фотографии, которые идут на следующих слайдах, относятся именно к первому Аполлону, это просто вот для иллюстрации. И, соответственно, потом Аполлон-13, который был неудачным, 14, 15, 16, 17, и на 17-ом как раз на Луне побывал первый ученый, первый геолог, который, в общем-то, занимался делом, собирал нужные камни, а не просто то, что попадалось под руку. На самом деле, я просто отмечу, что по анализу лунного грунта, который доставили наши автоматические станции, анализ того, что собрали астронавты, оно отличается. Дело в том, что все-таки наши станции производили бурение небольшое, и грунт с некоторого расстояния под поверхностью всегда будет у вас чуть-чуть отличаться от тех камней, которые разбросаны на поверхность. поэтому, поэтому, в принципе, и та, и другая программа, она важна. Ну вот, вы можете посмотреть, что Аполлон при этом доставил огромное количество грунта, наши автоматические станции в общей сложности доставили 300 граммов, но зато это автоматические станции были. Ну вот, собственно говоря, тоже программа Аполлон. Готовился к полету Аполлон-18, но тоже был отменен в связи с недостатком средств, в связи с, как бы, уже с тем, что побывали, и лунная гонка на этом закончилась. Вот. На самом деле, в качестве отвлечения мы-то знаем, что там американцы увидели кадр из фильма «Железное небо». Если кто не смотрел, просто советую посмотреть. Поэтому больше летать не стали. Но продолжим. На самом деле, по исследованию лунного грунта и по приземлениям, аппараты, что советские, что американские, приземлялись в районе экватора. Это было связано с тем, что с экватора у вас за счет вращения спутника все-таки проще стартовать. А когда орбитальные аппараты начали обследовать в основном полюса, то оказалось, что луна-то у вас совершенно другая. Открылась новая луна, которая можно назвать, что это влажная луна. То есть, на полюсах обнаружился водяной лед. Я тоже не буду показывать все данные, которые подтверждают, что водяной лед там есть, что его много. Просто покажу некоторые. Просто попрошу мне поверить, кто хочет, тот может поднять оригинальные работы и посмотреть. И вот как раз, что на Южном, что на Северном полюсе у вас есть теневые области, где у вас может сохраняться в водяной лед и сохраняться в больших количествах. Все это подтвердилось. Это были исследования США, лунар-проспектора, европейские исследования, японские исследования. Выше я показывал картинку. Это был индийский спутник. Китайцы тоже вроде бы подтвердили наличие льда, но, к сожалению, китайская программа, она в отличие от остальных полностью закрыта и они не дают ни данных, ничего. Они только публикуют, что мы нашли, а проверять уже свои данные никому не открывают. Поэтому вот как раз открылась вот эта вот самая новая влажная луна, вот эта вот картинка из оригинальных статей по тому, что мы увидели. И вот, собственно говоря, если посмотреть на картинки с полюсов, то вот синий и голубой цвет это как раз высокое содержание воды, то есть водного льда до 4% по массе. Как раз-то на насовских спутниках стоял прибор, который был сделан у нас в институте группой Игоря Георгиевича Митрофанова, который вот и обнаружил водяной лед на Луне. Перед этим как раз аналогичный прибор, сделанный этой же группой, обнаружил содержание воды на Марсе, подтвердил ее. То есть все они стояли на американских аппаратах, но приборы были наши. Поэтому, в общем-то, этим можно гордиться. Вот как выглядит вот этот прибор и вот какие его размеры по сравнению с самим спутником. Прибор работает по типу, что отслеживает пучок нейтронов и получает их задержку и, собственно говоря, видит потом, поскольку вода является веществом, которое задерживает нейтроны, то после этого он отлавливает и видит содержание именно воды в грунте. поэтому, если говорить о 21 веке, то как раз вот эта вот цель освоения Луны. Для чего вообще это надо, я немножко скажу позже, а пока вот, ну, поскольку я все-таки представитель научной общественности, то меня больше интересуют научные задачи, которые можно понять, просто исследовав Луну. Но вначале это все-таки гипотеза ее происхождения, потому что вроде бы Луна большая, рядом с Землей, а откуда она у нас взялась и вообще что это такое, она пока еще непонятна. Вот на этот счет существует шесть основных гипотез, на самом деле их семьи, седьмой я потом скажу чуть-чуть попозже. Ну и первая из них это как раз гипотеза центробежного разделения, то есть то, что называется от Земли оторвался кусок и улетел из Толуны, так проще говоря. Ее развивал как раз сын небезызвестного Чарльза Дарвина и эту гипотезу обычно называют дочерней. Вторая гипотеза, которая была развита астрономом Томасом Си, то, что Земля захватила спутник, который пролетал мимо и он стал ее сопровождать. Но еще проблема у этих двух гипотез. Дело в том, что если от земли, от жидкой земли оторвался кусок, то очень сложно сделать так, чтобы у вас совпадал изотопный состав. Особенно у Луны очень маленькое ядро. А почему тогда у нее ядро маленькое, если кусок оторвался от жидкой земли? По идее, там все перемешалось, ядра у земли еще не было как такового. Гипотеза захвата тоже, что если захватился кусок пролетающий мимо, то есть планетное тело пролетающее мимо, то возникает вопрос, почему оно настолько совпадает по составу особенно летучих гипотезы совместного формирования. Эту гипотезу в первый раз в первом предложил Эммануил Кант, потом ее развивал Отто Шмидт и нынче ее развивает Эрик Галимов Институт физики Земли. То, что Земля и Луна выросли на одной орбите как двойная планета просто из общего слоя частиц. Но здесь тоже есть свои вопросы, хотя, в общем-то, гипотеза имеет право на существование, но подтвердить ее пока или опровергнуть полностью не удается. На самом деле ни одну из этих гипотез полностью опровергнуть нельзя. Гипотеза испарения, то есть когда Земля была очень горячей, из нее выпаривались какие-то массы, которые образовали спутник. То есть это фактически гипотеза, которая объединяет гипотезу центробежного разделения, что просто оторвался кусок, и гипотезу совместного образования, то есть она объясняет откуда взялось нужное вещество и как оно сделать. Но тоже у нее есть свои проблемы, я не буду сильно на них останавливаться. гипотеза и гипотеза многих лун, которая развивалась американскими астрофизиками в свое время, в 60-е годы, то, что было множество пролетающих мимо камней и тел захвачено Землей, и они образовали Луну. У этой гипотезы есть та большая проблема, что у нас есть Юпитер с его спутниками, Сатурн с его спутниками, и Марсом, и Фобосом, и Деймосом. Известно, что они как раз захватывали пролетающие со стороны планетные тела, но почему-то они не слиплись воедино, а летают по отдельности. Поэтому, собственно говоря, в этой... Ну и самая, пожалуй, развитая гипотеза, это гипотеза столкновения, которая заключается в том, что на орбите Земли образовалось не одно тело, а два. Так сказать, еще была протопланета, которая названа Теей, и когда Земля была горячей, эта самая Тея, поскольку двигалась хаотично, догнала Землю, ударила ее по косой, выбила кусок, а сама стала ядром Земли. Это объясняет, почему у вас ядро Земли больше, чем ядро Луны, и, соответственно, почему оно состоит из такого вещества. Но тут есть свои другие проблемы. Ну и последняя, седьмая гипотеза, которая, я бы не назвал ее научной, но, собственно говоря, ее развивает, она имеет право на существование, особенно в свете программы НАСА по притаскиванию астероидов с полезными ископаемыми, что почему бы не найти инопланетян, которые вот либо притащили и сделали Луну спутником Земли, либо не создали ее искусственной. Но проблема этой гипотезы, что мы просто инопланетян не видели, не знаем вообще, почему они себя вдруг не проявляют дальше. И как раз-то вот если анализировать состав изотопов на Луне, то можно понять вообще откуда она взялась окончательно. Вторая проблема это как раз проблема летучих. То есть летучие те вещества, которые достаточно легко у вас спаряются при наличии каких-либо факторов. Ну, газы, водород, вода, та же, которая спаряется довольно легко, а на Луне их достаточно много. Возникает вопрос а почему? То есть что может быть их источником и откуда оно взялось? Ну, собственно говоря, вот источники мы знаем, я прошу прощения за англоязычный слайд, но я думаю, что картинка из оригинальной статьи, я думаю, что все поймут о чем идет речь. То есть возможные источники это кометы, астероиды, которые могли сталкиваться с Луной, межпланетная пыль, гигантские молекулярные облака, то есть оттуда могло что-то, Луна сама по себе и солнечный ветер. Вот, собственно говоря, если посмотреть на график, то вот оказывается то, что у нас может дать вот эти самые летучие. И как раз следование Дейтери может дать понять, что же у нас и откуда у нас взялись летучие на Луне. Вот те молекулы, которые мы находим в межзвездной среде и в кометах, те же на кометах они выделены синеньким, это не значит, что их нет в межзвездной среде, это значит, что мы их просто еще в кометах видим. Вот видите, тут огромнейший список того, что можно найти и, собственно говоря, можно поисследовать и понять состав. Ну и третья проблема, которая уже не научная, так сказать, вообще, что на Луне есть куча ресурсов для добычи. Соответственно, стратегическая цель, которая может быть, которая вот единственная может стоять, это, что их нужно разведывать и как-то использовать, чем, например, занимается НАСА, и чем занимался Советский Союз в свое время, развивая свою лунную программу. То есть, вот здесь это прототип лунной инфраструктуры, который был развит Конструкторским бюро Бармена еще, если я правильно помню, по-моему, это были еще 70-е годы, когда они создавали вот такие вот вещи, и, как видите, вот по сравнению с человеком, это макет лунной базы. И, собственно, ну вот это уже более современное. То есть, от автоматических миссий постепенно перейти к лунному полигону и к лунной базе. Ну, начнем все-таки с первого этапа, с автоматических миссий, которые у нас все-таки вошли в федеральную космическую программу, и как-то развиваются уже некоторые из них совместно с Европейским космическим агентством. Последним советским аппаратом, напомню, который у нас летал к Луне в 76-м году, это была Луна-24. Поэтому вот следующий, который должен по расписанию полететь в 2018-м году, это получил название Луна-25 и, соответственно, все остальные 26, 27, 28 и 29. Первый это Луна-Глоб, это отработка мягкой посадки на полюс и понимание того, что же там находится. В 2019-м году запустить орбитальный аппарат, в 2020-2021 еще один посадочный аппарат, ну, а дальше уже второй этап вот этой программы, которая нынче развивается. что имеется в виду вот под этим самым, под, ну, 25-я она достаточно простая, как аппарат сам по себе, и 27-й очень похож, то есть, вот по типу платформы, то есть, вот в чем состоит сама по себе предполагаемая разработка, и вот орбитальный аппарат, который будет весить около двух тонн, с массой нагрузки, на нем 160 килограммов. Вот так он выглядит, на самом деле, его в прошлом году представляли на Максе, и я могу сказать, я увидел, что стоит вот трехметровая бандура, которая на самом деле фрегат, а сверху что-то такое маленькое болтается, то есть, по сравнению с самим фрегатом, сам орбит выглядит очень и очень маленьким. И вот то, как будет происходить запуск, то есть, запуск на околоземную траекторию, где разгонным блоком будет разгоняться, дальше с него будут отлетать, скажем так, лишние части для разгонного блока, и потом он встанет на первую рабочую орбиту, на которой будет работать два года, а потом уйдет на вытянутую орбиту, в которой самая нижняя точка будет примерно 50 километров, что дает исследовать как дальние области от Луны, так и ближние к ней. Ну, понятно, что это строится не так просто, а все-таки заделы были, они как-то помнятся последним. Здесь нет самого последнего задела, потому что как бы прародителем лунной программы считается Фобос-Грунт, который, к сожалению, по причинам проблем с разгонным блоком упал в Тихий океан, здесь нет еще экзомарс, который, в общем-то, сейчас находится на траектории к Марсу и работает абсолютно удачно. Понял? Тогда я закругляюсь. Раз пять минут, то научные задачи, я на них остановлюсь, просто даже перечислять особо не буду. Понятно, что можно изучать много, можно изучать взаимодействие с солнечным ветром, опять-таки, магнитные аномалии, микрометеориты, различную динамику, ну и, собственно говоря, вот, можно перейти от МКС, который у нас летает, сделать у нас лунную базу, опять-таки, это разработка НПО имени Лавочкина, концепция лунной базы, ну и хотя бы чуть-чуть скажу, для чего все это надо, то есть, Луна может быть, на самом деле, кроме ресурсной базы, еще и исследовательским полигоном. Например, это обсерватория на Луне, поскольку у вас отсутствуют облака, отсутствует атмосфера, вам все хорошо, у вас помех нет, у вас нет городов, вы можете исследовать то, что у вас приходит от звезд. И более того, можно исследовать в том диапазоне, в котором ионосфера Земли вообще волны не пропускает, то есть, это низкочастотная радиоастрономия. Более того, это делается очень просто, потому что, грубо говоря, у вас едет ровер и раскидывает вот такие вот штучки, и получается антенное поле. Такой же проект есть у нас, но только там ровер не раскидывает такие штучки, расстилает ленту. А так они очень похожи, исследуют практически одно и то же. Идеи, ну, идеи витают в области, оно... Ну и вот лунные ресурсы, то есть, для чего Луна у нас идеальное место, про астрономические инструменты я сказал, для производства требующих вакуум, вам не нужно добиваться вакуума на земле, что высокий вакуум это все-таки, извините, дорогостоящие удовольствия. Ускорители частиц, опять-таки, где требуется вакуум, где отсутствуют помехи, но это уж очень дальний. Лазерная связь, отсутствие коррозии, как таковой, кислорода нет, значит, свободного, значит, коррозировать нечему. Опять-таки, отсутствие внешних нагрузок, помним, что в 6 раз легче все. Ну и большой температурный перепад, это опять-таки, бесплатный генератор энергии на разницу температур. Ну и вот список лунных ресурсов, здесь нет одного ресурса, про который я не буду пока говорить, это гели-3, потому что его просто добыча сопряжена с такими пока на данный момент трудностями и стоимостью, что она уж слишком невыгодна. Ну и вот, надеюсь, что я сумел доказать, что, или рассказать, что Луна это седьмой континент, и задача освоения Луны как раз повышает возможности федеральной космической программы и ее научного раздела. Ну а наши астронавты возвращаются с Луны, а я на этом закончу. Если есть вопросы, буду рад ответить. Да, пожалуйста. Вы вначале обещали сказать еще одну версию появления Луны. Вы вначале обещали сказать еще одну версию появления Луны. Так вот как раз инопланетная. Я ее не отметил в списке, а показал. Все, все, Еще вопросы? Да. Скажите, пожалуйста, у Марки Текули Луны было? Вот это как раз дальнейшие исследования могут прояснить. на этот счет очень сильно спорят. Я больше доверяю гипотезе, что оно было, а потом исчезло, чем потом оно нанесло. Тогда более было, значит, по-моему, и атмосфера будет, да, у Дернии? Нет, атмосферы как таковой не было изначально. То есть у Луны есть то, что называется экзосфера. Это очень-очень редкая газовая оболочка, где у вас частицы практически не сталкиваются. Но атмосфера у нее как таковой показана не было никогда. Вот магнитное поле могло быть. У нее есть такие магнитные аномалии, довольно сильные местами. И вопрос, откуда они взялись, вот он не прояснен до сих пор. Все-таки я бы сказал, что я вот склоняюсь к тому, что они были. Я прошу прощения, это все-таки тема моей работы, поэтому об этом я могу много говорить. А ядро у Луны твердое или жидкое? И еще состоит? Ядро у нее тоже, как у Земли, оно состоит из железа, но проблема в том, что как раз вот это вот и шли споры, было магнитное поле или нет. Если было, то ядро было жидким, потом застыло. Если не было, то оно могло быть твердым окончательно, изначально. То есть сейчас оно твердое, сейчас нет жидкой части. Из-за этого как раз отсутствие магнитного поля. Еще вопросы? Тогда спасибо большое всем, кто слушал. Надеюсь, что понравилось, я вас не очень утомил.